Раз, два, три! Леонардо Где-то пятьсот лет назад В одной большой стране Началась история Известная вполне Лоренцо, друг Леонардо Джокондо и Леопардо Отправились в приключения Трусишкам на удивление Отправились в приключения Без страха и сомнения В нашем замке Пели скрипки и виолончели И я на заборе Красовался тоже в этом хоре Ну что вы делаете? Мы же в Тоскане, в шестнадцатом веке, а не в Нью-Йорке Опять сценарий не прочитали А? А? Доброе утро Спасибо Горячо, холодно Горячо, холодно Горячо, холодно Не то, чтобы мы, кошки, не любим принимать душ Просто вода в душе То слишком холодная, то слишком горячая Люди так и не научились их смешивать Лучше мыться в сухой Пока, мама До вечера Я пошел в лес Да, но мой тебе совет Да, но мой тебе совет Осторожней, не попади в беду Осторожней, не попади в беду Это наш сигнал Надо идти в лес Но сначала предупредим Лоренцо Эй, Пардо Что на этот раз? Мне нужна дружеская рука У меня нет рук Лапа, я хотела сказать лапа Как отказать такой красотке? Вот, ударь два раза посильнее Чтобы Лоренцо услышал Когда-нибудь придумают шотовые? Это Джоконда Встречаемся на дереве Возьму это яблоко и пойду Так, почти О, нет Давай скорее, мы тебя уже заждались. Ты когда-нибудь научишься приходить вовремя? Мы здесь! Спустите нам повозку! Тилья, не смотри вниз. Друзья, у меня идея. Ах, что в лесу творится, можно похвалиться. А из дома вышел уж красавец нам знакомый. Вот и объявили мой выход. Ну почему это должно получаться только у Лео? Донделла, хватит меня передразнивать. Немедленно сюда! Мы идем в лес! Дорогой братишка, по-моему, ты не умеешь командовать. Смотри, как надо. Да, шеф, мы здесь! Ужедем! Почему вас всегда так слышно? Все, пора. Мы только теряем время. Идем. Это еще что? Я нарисовал это, увидев черепаху. В твои годы надо смотреть на девушек, а не на черепах. И зачем это нужно? Я пока не знаю. Подумаю и скажу. Например? Например? Знаю! Что-то сейчас будет. Дай спуститься, Донделла. Джентльмен, я первая спускаюсь. Не забывайте, я же дама. Готардо, джентльмен! Готардо, джентльмен! Донделла, ну-ка, дай-ка подкову. Спасибо, Донделла. Дерево Лео рядом. И я слышу шум. Наши любимые враги уже там. Давайте узнаем, что они задумали. Вряд ли это хорошая идея. Раз я говорю, значит, хорошая. Или я скажу папе, что ты сломал мне куклу. Это неправда. Да, зато сломать ее легко. Но трудно доказать папе, что это я. Хорошо, посмотрим, что задумал Лео. Коротышка? Почему всегда я? Молчи и приготовься. Это Фруло, мой дрозд. Он предупреждает, что у нас незваные гости. Кто-то идет сюда. Готардо, кто же еще со своими глупыми приятелями? Притворимся, что не замечаю. У меня идея. На этой машине можно попасть в таинственную долину. Что ты сказал? Хочешь попасть в долину на этой деревянной черепахе? Дело очень сложное, даже невозможное. Отдумайся, приятель. Хоть ты изобретатель. Конечно, так нас не тронут ни волки, ни медвечьи, ни даже он. Ну, Леву ты уж хватил. Он? А ты уверен? Абсолютно. А заодно покажем Готардо, кто здесь лучший. Ах, нет, я забыл чертеж. Подождите, надо сходить за ним, а то вдруг кто-то его скопирует. Что? Лео хочет проникнуть в таинственную долину вот на этом? Он что, совсем свихнулся? Готардо прав. Знаете, это опасно. Там волки. Медведь. И, конечно, он. Но раз Лео туда едет... То что? То и мы тоже. Мы? Нет, нет, нет. Мы? Да, да, да. Или я скажу папочке, что упала, и... Нет, нет, нет. Идем. Мы тоже такую построим. Построим? Нет, нет, нет. Так я упала? Да, да, да. За дело. За дело. За дело. Простроить эту махину буду я, как всегда. Все, вперед. В таинственную долину. А ну-ка, Тильо, подтолкни. Крути педали. Ура! Мы поем, играем. О героях мы не забываем. Всем нам интересно, что же там в долине-то чудесной. В крайнем случае, крайние меры. Верзила, ты закончил? Идите сюда. Идем. Все, поднимайтесь. Поехали в таинственную долину. Крути педали. Педали? Где педали? Почему ты их не сделал? Лезь обратно и толкай. Ну вот, опять. Я так и знал. Отлично. Готарда едет за нами. Ну все, изобретение работает. Может, вернемся? Вернемся быстрее ветра. Меня зовут Пьетро. Тебя зовут не Пьетро. Главное, рифм тут не разбирай. Рифма есть и все. Закругляй. Чего бояться? Подумаешь, волк? Вот когда мы встретим его... Вот именно. Лучше об этом не думать. Друзья, готовы к обороне? О нет, не хочу умереть в волчьем брюхе. Телье, красный рычаг. Всем стоп. Я пас. Так мы не договаривались. Кажется, проскочили. Вряд ли у Готарда получится. Еще один. Попробуем с ним. Лучше пусть проедет. Голова кружится. Волки узнали, что я еду, и не тронули нас. Верзила, толкай дальше. А я как же? А я-то как же? Так, теперь медведь. О, медведь. Не вижу никакого медведя. Зря я это сказал. Спокойно, я все продумал. Ну, вперед. Телье, синий рычаг. Лоренцо, береги голову. О, предупреждать надо. А теперь тихо. Ни порох и ни петарды. Это запах Леонардо. Милый Мишка, ты стареешь. Что за запах ты чуешь? А, ты гигантская говорящая черепаха. И правда старею. Надо мне уходить на пенсию скорее. Буду рассказывать внучатам сказки. Ура, путь свободен. Можно ехать в его логово. Вперед. Может быть, лучше вернуться обратно. Я об этом твердил вам всем многократно. Нет, только вперед. Лео, ты настоящий гений. А, это так, мелочи. То ли еще будет. Гатардо, здесь медведь. Надо бежать. Бежать? Да, да, да. Верзила, разворачивай. Трусы, медведь в другой стороне. Так, в сказке. Жила-была в лесу девочка, которую звали Золушкой. Нет, это была желтая шапочка. Нет, синяя. Даже медведь, узнав, что я еду, испугался. Продолжай толкать, Верзила. Вы же велели разворачивать. Делай, что тебе сказано. А я бы лучше вернулся. Делай, что тебе сказано. Как скажете, дамочка. Но, Лео, но он... Ты его увидел? Нет. Слышал, что он ростом 10 метров с крыльями и плюет огнем. Гатардо по-прежнему едет за нами. Он хитрее, чем я думал. Давайте скорее. Залезай к нам, Верзила. Здесь спуск. Да, шеф. Внимание, сходим с дороги. То, что нужно. Красота. Самое сложное для черепахи – перевернуться. Но ты и об этом подумал. Осторожно. Здесь ведь он. Подвинься. Ты же меня раздавишь. Отлично. А что теперь? Подождем, пока за нами приедет папа. Лучше не выходить. Вот именно. Когда папа узнает, что ты затеял, он тебя месяц не выпустит из замка. Это ты придумала. Нет. Я же ангелочек. Никого и ничего. Кажется, мы и сегодня его не увидим. Птенец? Я ведь говорил, что нам нечего бояться. Да ведь ты сам чуть не умер от страха. Я. Нет, это не птенец. Он уже улетел. Что же это было? Тильо, это ты? Точка. Ведь пока ты ехал, он был ужасен. А когда приехал, то стал не опасен. Так что прежде чем бежать, ты не спеши. Лучше осмотри и глубже дыши. Из глухой чищебы доносился страшный рев утробный. Ни зверь, ни птица. Механизм с приветом, но не злобный. На русский язык фильм озвучен объединением русский дубляж по заказу СТС в 2009 году.